вот мы с батчика пошли на южный взял с собой рену собаку свою волю почувствовала она волю почувствовала вся черт у нас такая семья была и по квартирам рабочих распределяли у нас четыре мужика жил на квартире шофера бульдозеристы а мы на палате спали на палате смотрим как они завтракают они завтра мы им давали у меня консервы открывают там мясные консервы рыбная у нас то не было сахар смотрим стакан а мы считаем сколько кусочков 5 кусочков в один стакан бросил мужик вот это да одного бы хватило и то на двоих бы это масло сливочное намазывает на хлеб так чтобы даже дырочек в хлебе не видать вот это да я думаю вырасту большой буду так же пока есть кусочков и масло на масле но они иногда нам что-нибудь давали дадут там консервы мы не просили мальчика не считайте кто-то подходите там никто ну так челочка там челочка такая в палате мы надо смотрим как они завтра а что они здоровые мужчины чай пьют они там консервы там разные а у нас то не было ничего а им видать там специально выдавали а вперед у нас жили на квартире летом три девушки эти девушки которые прокладывали вперед намечали где будет дорога у нас жили это мне было еще 10 лет у них лошаденка была и летом выходной день я их повез за ягодами возил на урыжке-то в обоколке ягоды с угора а какая ягода? а клубника одна невысокая такая была и она оденется у нее в платье красивое я думаю какая же красивая вырасту женюсь один соседский парень был коля серебрянький он с тридцать четырёта был и на одной из них он женился она осталась в сенюзе он уже умер сейчас он с тридцать четвёртого года подожди а она живая еще она белорусская в Белоруссии идет вот так вот интересно а вот здесь вот была конеферма на открытом пространстве или нет? ну это здесь заросло здесь вот не было этих там-то так и был околочек а вот где свободно там была конеферма конюшни стояли кони они туда и сюда продолжались конеферма была коней много было кони даже были такие рысаки и тяжеловесы были и коней для армии выращивали назывались фондовские вот когда там жеребенка исполнялась а год то приезжали военные и отбирали из табуна они отбирали никаких лошадей это назывался был отдельно табун фондовский назывался их кормили отдельно если нашим лошадям там рабочим там гнилое сено там каких-нибудь отходов там с землей сыпнут фондовским всегда чистый овес вот и сено чтобы было не подгнившее лучшее сено им давали кормили когда им там уже два с половиной года было наверное примерно так подрастут их и пошли отдельным стадом фондовский тогда приезжали вновь военные из этих теперь еще отбирали уже и тогда их куда-то угоняли ну что откуда я не знаю как-то ну всегда это знали что это фондовские лошади для армии когда еще была в армии конная сейчас уже много было был один тяжеловес барбантон звали его звали вот летом конник когда его чтобы разминать запрягал его летом в сани совместить песком и мы сколько ребятишек насадимся на сани чтобы ему тяжелее было вести чтобы его тренироваться и вот это он толстые он ноги такие вот он бежит вот 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 здоровый такой и он погиб летом летом что-то конюх его как-то отпустил он забежал на пруд на лед и тяжелый он растянулся и пафия разорвались у него он тяжелый и его зарезали там понюху чуть не посадили но это были уже где-то 56 год наверно 50 такого уже больше не было да? не было ну а потом здесь как-то 60-е годы фондовки уже не стали их отбирать вот ну а с 50-м годом там все пошло уже на разруху была такая политика партии укрупнение сел пошло ну и что там сотни тысяч деревень исчезли здесь вокруг нас только 4 деревни тогда прекратились существовать вот на этом месте были как она мышей убежал просмотрел а шарик точно так же везде роет что-то вот я ее отобрать никогда она тут же живет и съезд ее на это еще на один зуб вот эта площадь была вот эта площадь была здесь земля хорошая удобная за одно время за одно время вы картошку садили первые когда картошку садили распахали двоюродные братья они работали конюхами полетом по свету тетушка отцова сестра ходила была она за жеревые кобылы которые были уже беременность первое время когда они за эти кобылы заболел жеребенок заболел вызвали ветеринара был у нас Минея как его звали никто не знает Минея все его так звали но росточный небольшой такой сухонький мужичок а бабушка у него ну жена его она была партизанка имела награду когда вряд у нас по войну красную партизанку и вот она тетка вызвала его чтобы ребеночка полечить он осмотрел надо водки щиток 250 грамм но она быстрее в магазин денег нет в долг щиток приношла ему ну ну и сейчас ладно я буду по магнеет я сам вспоминаю но она там все занимается сейчас нет нет пошла а он на ту сторону уже конюшень говорит там солнышко весной лежит на солнышке щиток пустой рядом не 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 он не был мелкий всегда здесь он был другой высыхал когда это поили всегда там где лагерная на камагоре там поили гоняли туда лошадей поили но здесь мелкие здесь можно было так скупнуться ребятишки как афе так и называются как афе вон утки утки полетели ну они спокойно их не троги сюда слышь такое дело место как на той стороне снег и как бы стрелами ага ага красота да два берега соединяется вы вчера рассказывали что то вы тут по телефону разговаривали да я смотрел все звоню и напишем тебе ну и что вот эта жерчь когда ее прибивали ну да да вот она была здесь вот так вот прибита так она была я сел на ее все сидел сидел я не буду садиться разговаривал ну все только вставать то она как обломилась я назад головой об это ударился и туда упал ему говорю чё ж так плохо прибили чуть не убился как я ну вот в этом году мало было воды видишь вода даже не дошла до до слива до слива до слива не дошла до слива до слива чуть ли не метр почти ну да вот залезла в воду она плавает она плавает холодная она нет это свежая укропа она пойдет или не пойдет я давно уже с ней нет не занимался так тогда сухой и сухой сразу видно насколько меньше в этом году снега было на уже отвыкла иди ко мне как своего и на хорошо 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 вы хорошо хорошо давай давай иди хоростро ай Не хочет? Холодная, наверное, еще вода. На, на. Сейчас насчет брызгать. На, на, на. Хорошо, молодец. Хорошая у тебя. Ну, вот так вот. Когда-то жили люди, здесь все было, сколько было всего. Плотина была здесь. Люди это вручную все делали, тачками возили. Где плотина? Здесь? Ну да, плотину-то делали, раз была плотина-то здесь. Угу. То есть вода-то была. Кусочек уронил, за кусочек где-то надо полезть, нет? За кусочек может полезть. Хлебуши вкусный. Тихо. Хлебуши вкусный. У нас шарик очень любит хлеб, как мясо же. Ну, сухарики, наверное, сухарики. Хлеб такой, да, сырой хлеб? Она плохо как-то. А сухарики то ли то, что хрустит или вкуснее она. Сам процесс, наверное, нравится. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Березки. А эти березов отфилили, это не ветки? Ну, наверное, да. Для бульдозера, наверное, скорее всего. Какие выросли эти? Березки-то выросли такие. Смотри, по этой стороне. Их-то не было. Это когда вот это делали, с пульдозером. Это первый раз еще делали. Угу. Когда ходили хорошо бы, взялся, а генпет помешал нам. А эти, откуда тогда взялись-то березки? Семена или как-то? Семена от берез нанесло просто и все. Свежая была земля, свежая и все. Они быстро укоренялись. Видишь, как густо. Надо будет вырубать на зерги какие-то. А то они густо так все равно погибают. А когда садишь, там поливаешь, заполиваешь ее вначале, чтобы она приросла. А это нет сами. Теперь там на пруду, на нашем, где возле храма пруд, с той стороны три сосны растет. Откуда здесь сосна? Кто их там? Никто не садил. Это сто процентов никто не садил их. Сосны растут 20 километров в левую сторону, 20 в правую. Два бора проходит ленточная. Предположить можно только одно, что это занесли птицы. То есть они не в клюве, а где-то там они были, эти шишки, что-нибудь вклевали. А здесь испражнения оправились, и семечко упало благоданное. Удивительно все. Только так, а как? Больше никак. Никто там никто не садил, видно, что дикое. Ветром ее не занесет, наверное. Нет, ветром не занесет. И они не очень стоят. То есть уже при нашем, когда мы были, им там лет по 10, может быть, какие-то такие. Я видел, маленькие растут. Я думал перекопать, но не стал уже перекопать. Думаю, перекопаешь, она не примется. А сейчас уже они высокие. Так у нас в деревне еще есть сосна? Ну, это... Сама посадила, не на Василину. Не на Василину. Это привозила Сергея, и она садила. Хорошо здесь. Здесь купаться хорошо, ребятишки. Здесь дно чистое. И его нет еще. И чистое дно. Потому что здесь безопасно. Безопасно. Да, он не глубокий. Никто не это. Вон на ту березу, которая наклонилась, Виталий с воды залазил. Ага. Воды было много, да? Ну да, побольше. Ага. Ну, Женя говорит, Роман же ему звонил. Сегодня что ли там. Продает там все. Лес продает. Ну, видимо, что-то там решил строиться. Вот. Вон. Роман-то, ну? Ну, наверное. Раз ему туда не были водки. Да ему и не надо было. Зачем он такой заделать? Это какая-то была... У него... Миссия эта. Такая. Для чего это было все затеяно? Ну, понятно. Это не просто так. Это не придумал. Это ранее было продумано. Я так только думаю. Но... Вчера все хорошо были. Все хорошо. Сегодня раз. Все... Плохо. Стало. Стало. Он думал, может быть, он приехал. Он еще кто-то приедет. Не знаю. Тайна. Сия. Да. В этом году даже сюда здесь вода была. Нет воды-то. А, на дороге-то, да? Да. Потому что из пруда-то ничего не было. А тот пруд, который... Возле матушки-то... Ну, да. Там наполовину воды все. Так. А здесь что такое? Ну, это чеки. Мы здесь, когда это делали, брали отсюда. Ну, она тут гнилая. Гнилая уже. Ох, и она ищет. Что-то все бегает и ищет. Молодец. С голоду не помрет. Ну, вот так вот. А во первом пути, это там силосная яма. Где силосная яма была, там силос закладывали. А чем? Трактором рыли? Да, трактором. Бульдогером, трактором. Ну, это было в каждой деревне, я помню. У нас тоже так же. Да. А сейчас силос закладывают не в ямах, а просто сверху. Натаптывают, натаптывают и все в ямах. А там в ямах закладывают. Вот здесь и там яма. Ну, я яму помню. Мы ходили на них вот так, кувыркались там. Они мягкие такие, прыжинистые. Ну, вот это было. Так, что-то не обломилось сегодня ни одной миски. Да. Она все равно уже появилась. Я ходил на рыбу. Где-то, видимо, под землей все баршат. А шарик у нас сразу активно начинает рыть. Но ни одну не поймал, сколько я видел его. Нет. Это ловит. Но только так вот она его не ловит. Догоняет, наверное. Догоняет, да. Она идет, она прыгает, прыгает на кого-то и придавит. Вот там вот их больше он держит. Солома вон может быть. Ну, там может быть, да. Рена, иди ко мне. Иди ко мне. Рена, ко мне. Рена, ко мне. Ко мне. Видим, даже здесь на полях снега нету. У нас огородчик переметен. У нас сейчас наружу тоже подтаивает. Ну, это хорошо. У вас влага будет больше влаги. Вот видишь, у Игоря как он не стал пахать. Он уже несколько лет не пашет поле. Не боронит ничего. Вот так он и сеет. Потому что, почему в этом году, даже снегу было много. Но у нас вода не стекала, а вся уходила в землю. Потому что у него земля, уже верхний слой, у него как торфянник. Сколько лет, а солома вся остается на поле. Не сжигается, ничего. Но сейчас он когда сеет, сразу сеет по этой. По стерне. Да. Специально такое. Это, говорит, нулевая обработка земли. А я на Урал ездил. Там у меня родственник один рассказывал. Он говорит, тоже пять лет совхоз занимался вот этим. Тоже по стерне. Но они солому отдавали скотине. Ну, видим, подстилку. И у них земля как каменная стала. Он говорит, все. То есть они ее еще не вносили и все. Ну да. Нет, а это наоборот земля становится. Потому что, представь, сколько она уходит. И с года в год вся солома здесь остается. Мне вот интересно, а как раньше с сорняком боролись на полях? Вот когда тракторов-то не было. С сорняком боролись так, сколько я вот помню. Боролись так, что оставляли зяк. То есть не зяк, а пары. Пары оставляли, допустим. Вот это поле, допустим, оно не сеется. Другое поле оставляют. Его несколько раз за лето обрабатывают. То есть сорняки все уничтожают. А чем обрабатывают? Ну, там лук, бороны, барони обрабатывали. Так вот. А где было? Мы-то ребятишки ходили по полям. Пололи. Еще небольшие посевы. И ходили траву. Рядами вот так вот устраиваем. По линейке идем, все там травку собирается. Вот так вот было. Но она потом заново встает, да? Конечно встает. Да даже не было этих химикатов. Сейчас они химикатами. Ну Игорь говорит, что раньше все деревни выходили, а сейчас один, говорит, я занимаюсь все это. Да, да. Потому и применяется все это. Пропалывали вот это так вот. В нашей деревне тут не осидит. У нас есть команда. Теперь шеяли-то эти были, земли-то не все были. Много земель было целинные земли были. Это в 56-м году, когда стала целина, когда пораспахали здесь все, это было наполовину меньше. Засевалось. Угу. Да и тогда 10 тракторов, допустим, столько не обрабатывали, сколько час один трактор у фермера. Допустим. Ну да. Он и не нужен. Сколько раз я точно не могу сказать, сколько, допустим. Комбайн. То это тоже так же там. Десятки. Современный комбайн десятки тех занимает, заменяет. Жаркой. Жаркой. Толковица. Угу. 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 Так. Вот здесь вот еще сохранился один дом. Вот пойдем посмотрим. Вот потеряешься. Какой дом построен. Строили из глины. Литой. Сейчас это из бетона там лежит. А тогда из глины так лежит. Этот дом сзади не могли построить. И вот как построили. Это примерно. Сейчас скажу. Что так. Люди это бросили у него. Стены. Прошло 50 лет. Да. 50 лет. Прошло 50. Не меньше. И стены еще целые. Из-за дождь, ветер. Не может их разыслить. Это с чем он? Соломы? Соломы с глиной. Соломы, глины. Откуда, не знаю. Она ещё твёрдая. Твёрдая. 50 лет стоит уже в таком. Видите, какие-то берёзы выросли уже не этому. Вот как строили дома. Делали опалубку. Собиралась тогда помощь. Назал помощи. Человек готовился, помощь собирал. Мужики, женщины. Женщины внутри в опалубке ходили, топтали в сапогах. Мужики мешали, подавали, заливали. Солома с глиной. А толщиной какой делали? Ну, я не знаю. Толщина потолще. Сейчас уже обвалился. Пол метра это было. Хватало, чтобы мороз не пробил? Да, да. Тёплые. Тёплые были дома. Помощь. А рассчитывались с чем? Люди собирались. Пиво там угостит. И всё. Так в дерьян всё было. Помощь собирались. Потому что расчистить нечем было. Денег-то никому не платили. Колхозы были. Работали бесплатно. Без выходных, без отпусков. Люди. Без декретных женщин. Работали. Все выходили на работу. Были весёлые. Песни пели. Сорока моя страна родная. Много в ней лесов, полей и рек. Я другой страны такой не знаю. Где так вольно дышит человек. Мы пасём с отцом. За пять километров от деревни Коровно. И он рассказывает, начнёт рассказывать, как раньше жили. Раньше, то есть это, ну, до революции. Не до революции, а до тридцатых годов, возьмём так. Когда ещё единолично люди жили. То есть имели своё хозяйство. А раньше было. Так он так вот встанет. Кругом посмотрит вокруг. И мне потихоньку на ухо говорит. Вот так-то вот так жили хорошо. А потом пришли, говорят, такие аглоеды. Всё разрушили. Вот так вот. Раньше так было. И там где заимки. Там вот такая-то заимка была. По всём там Редькин пруд. Там Рыжковские. Там Рыжковы жили. Вот. Камагоровы, Камагориха. Была там, где люди жили. Потом всё это нарушили. Всех добрых людей. Раскулачили. Сослали в тайгу. Кого там расстреляли, кого там заморили. И всё. А что здесь собрали? Сколько перетерпели наши деды, родители. Это же страсть. Мы-то жили уж наше поколение. Мы уж сейчас жили без войны уже. Так уже, считай, что так-то. Более, менее обеспечены. Ну, конечно. В наше время-то изобильное. Тут только голодать может только самый ленивый, если человек какой-то. Да, мы не голодали, но шип-кодос это-то не объедались. Если хлеб, мать всегда отрежет. Нам по кусочку хлеба отрежет. Отцу там потолще кусочек. Или два кусочка отцу. То есть побольше отцу. А нам там по кусочку всё. Картошки вдоволь было. Картошку уже не делили. Ведерный чугун картошки сварить. На стол поставить. Тыквы были. Кашу пшеничную. Пшенную какую сварить. Тыквенную. Вот так вот и ели. Сыпка-то не было никаких разносолов. Тогда ж не делали ни варенья не делали. Никаких это. Солили всегда огурцы, помидоры, капусту в деревянной бочке. А соль где брали? Покупали? Ну, покупали соль-то покупали. Пришла? Иди-ка. Иди-ка. Давай, наденемся это. Давай. Охо. Ну всё, пойдём. 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 Это вот здесь, наверное, колодец был, видать. Возможно, колодец. Здесь ямка глубокая. Она же не обвалилась. У каждого дома был колодец. А у которого просто не было. А сколько глубиной рыли? Ну, сколько, 6-7 метров. У нас не глубоко были. Восемь. Ну, где-то там до десяти может. Да нет, до десяти-то не знаю. У кого было. Вот, видишь, что сладость и скорость была улица. И вот мы уже сгружили сюда. В беременье-то был. И вот. Я знаю. Дни, где-то здесь. Это, когда здесь врубили, где-то, да. На фундаментах-то не было же бетонных, домашние были деревянные, без фундамента. Вот там вот, где эти деревья, там новая улица строились, новая улица была, там домов, наверное, 20, где была новая улица. Там были все типовые дома, вот там они на фундаментах стояли. Типовые такие дома, и дыши, тоже такие делали. У нас же был план деревни, составленный на 700 жителей. Проводили, где вот там идет лох тот, Большой Лох, там планировали построить сахарный завод. Все эти биодезы проводили. Ах, ты задержал, я в недох попала. Да все, Аренка, она уезжала. Ладно, пойдем. Ну а потом что-то изменили и в этом сарайском построили сахарный завод. Ч тяжело смотрит? Хм! Слава Христу!